Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем новый цикл бесед по избранным псалмам царя Давида. Не пугайтесь, книга, которая лежит передо мною, это «Толковая псалтырь». То есть здесь даются комментарии на все псалмы, которые содержатся в псалтыре. И мы видим здесь комментарий Феодорита, Евсебия Кисарийского, Василия Великого и даже толкование Оригена. Но с уточнением «Толкование Оригенова прежде ереси». То есть пока Ориген не был еретик, он правильно давал толкование. Здесь содержится толкование Астера, Астерия епископа и целого ряда других авторов. Александрийца Дидима из Сехеева и Афанасия Великого. На самом деле я сейчас не готов как бы ответить, какие толкования здесь есть, потому что это очень огромный материал, и вам не надо пугаться перед этим таким объемным текстом. Наша задача будет дать все-таки краткий комментарий, потому что если бы мы с вами подробно изучали псалтырь, может быть, нам не хватило бы времени на совершение такого труда. Поэтому сегодня мы поговорим как бы об основных моментах, связанных с псалтырию. Это беседа, это водная беседа. Собственно, псалмы мы будем читать, начнем с первого псалма, в следующий раз, если будем живы, Господь позволит. Прежде всего, нам надо обратить внимание на то, что уже во второй книге «Паралепименон» — это 29 глава, 30 стих — мы имеем прямое указание, что в одни языки славили Бога словами Давида и Асафа Прозорливца. То есть еще в ветхозаветные времена мы видим при языке прославление Бога совершалось по книге псалмов царя Давида. Изучая псалтырь, мы будем использовать, естественно, синодальный перевод, но будем заглядывать в подстрочный перевод псалмов Давида на русском языке, который существует, и он поможет нам, может быть, лучше понять, почему переводчики синодальной православной Библии перевели именно так, как они перевели. Надо сказать, что существовало в древности мнение, которое разделяли такие авторы, как Григорий Низкий, Амбросий Медиаланский, Ироним Блаженный и святитель Иоанн Золтауст, что все псалмы принадлежат одному Давиду. Все 151 псалом, они принадлежат Давиду, хотя в самой псалтыре мы находим надписание, которое отсылает нас к другим авторам. В этом смысле Давид представляется не только как псалмопевец, но и как редактор, который почистил тексты других авторов, довел их до совершенства и ввел в общий корпус псалтыри. Само слово псалтырь означает музыкальный инструмент. И если вы посмотрите на это изображение, то здесь вы увидите Давида, который записывает псалмы, в частности, первый псалом. Но есть более близкие к нам изображения, где Давид изображается с этим инструментом, что-то вроде арфы. Этот инструмент называется псалтырь. В еврейской Библии книга псалтырь называется «Сефер тегелим». «Сефер» — это книга «Тегелим» восхвалений. И сразу возникает вопрос, а почему самое древнее название этой книги — «Сефер тегелим». Разве в псалтыре мы находим только псалмы прославления Бога? Ведь там есть и покаянные псалмы, и молитвенные псалмы, в которых содержатся конкретные просьбы, что называется, на злобу дня. Но в понимании древних самое главное в жизни человека — это все-таки прославление Бога. Давайте вспомним, что по учению православной церкви Бог и создал человека для своей славы. Мир тварный творится от избытка божественной любви, а лиц Святой Троицы друг ко другу. И мы знаем, что ангельский мир творится прямо для прославления Бога, ибо ангельские чины этим только и заняты, что они прославляют Бога, восклицая перед Триедином «Свят, свят, свят Господь Саваоф». А так как в православной традиции есть точка зрения некоторых отцов, что Бог создал человека, чтобы восполнить число отпадших ангелов, то становится понятно, что для верующего человека на первом месте именно восхваление Создателя. хотя без покаянных псалмов нам совершенно не обойтись, но это не сама цель. Бог не творил человека для того, чтобы человек пал, а потом выбирался из этого состояния. Изначально Бог творит человека для славы своей, чтобы как бы ввести сотворенного им в ангельский чин, и мы называем святых людей земными ангелами, небесными человеками. И все вы помните, что в Нагорной проповеди мы призываемся к тому, чтобы прославлять Бога всей своей жизнью, например, сказано «И так да светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». То есть тема тегелим, восхваления, она прямой нитью проходит через тексты Ветхого и Нового Завета. Человек создан по образу Божию. И человек призван к тому, чтобы стяжать и божественное подобие, то есть уподобиться Богу, насколько это только возможно. Как Афанасий Великий писал, что Бог сошел на землю, чтобы нас вознести на небеса, соделался человеком, чтобы нас сделать богоподобными. И Псалтырь – это книга, которая учит нас восхвалять Бога, а восхваляем мы Бога не только устами, но и всеми нашими чувствами, нашим сердцем, нашим разумом и нашей жизнью. Таким образом, когда мы молимся по Псалтыре, мы с одной стороны уподобляемся ангельскому чину, с другой стороны мы уподобляемся лицам Святой Троицы, которые пребывают во взаимной любви друг ко другу. Ибо мы прославляем именно Триединого Бога в чтении этих псалмов, прежде всего восхваляя Создателя. Мы знаем, что Господь Иисус Христос молился по Псалтыре. Мы это видим на Голгофе, когда Христос восклицает «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» И тем самым Христос научает и нас обращаться к книге Псалмов Царя Давида, Сефер Тагелим, книге восхваления, чтобы нам в этих строках находить для себя велие утешения даже в самые критические моменты нашей жизни. Надо сказать, что в христианской традиции и внутри самой Псалтыри мы это видим, это признает и еврейская традиция, есть целый ряд авторов Псалмов, и это не только Давид. Это и Моисей, и Соломон, сын Давида, и Асав, Эман, Эфан, он же Идефум, сыновья Кореевы. Это христианское отношение к авторству этих Псалмов. В еврейской традиции есть даже Псалмы, которые приписываются Адаму первому человеку, Аврааму и другим библейским персонажам. Давиду по надписаниям еврейской и русской Библии, то есть синодальному переводу, приписывается 73 Псалма. 73 Псалма. Но в греко-славянской традиции Давиду приписывается 87 Псалмов, и существует соответствующее надписание. Соломону принадлежат три Псалма, это 71, 126 и 131. Так устанавливает христианская традиция. Моисею в христианской традиции принадлежит один Псалом, 89-й. Под христианской традицией я имею в виду церковную традицию. Асафу принадлежит надписание над следующими Псалмами. Это 12 Псалмов, 49-й подписан именем Асафа и 72-го по 82-й они тоже подписаны именем Асафа. Эману из племени Каафы принадлежит Псалом 87-й. Ифану, иначе иди Фуму из племени Мерари 88-й Псалом. И сынам Кореевым принадлежат Псалмы 41-го по 48-й, 83-й, 84-й и 86-й. Остальные получается 44 Псалма принадлежат неизвестным авторам, то есть нету надписаний соответствующих, но в свое время христианская традиция и древнееврейская традиция, ветхозаветная, устанавливала, что если нет надписания автора Псалма, то мы его автоматически относим к Псалмам царя Давида. Давайте посмотрим, что о значимости Псалтири говорили нам святые отцы. Святой Афанасий Великий говорил, книга Псалмов кажется мне ясно и подробно изображает всю жизнь человеческую. Все состояние духа, все движение ума, и нет ничего у человека, чего бы она не содержала в себе. Хочешь лекается, исповедаться, угнетает ли тебя скорбь и искушение, гонят ли тебя или строят против тебя кобы, уныние ли овладело тобою или беспокойство или что-либо подобное терпишь, стремишься ли ты к преуспеянию в добродетели и видишь, что враг препятствует тебе, желаешь ли хвалить, благодарить и словословить Господа в божественных псалмах найдешь наставление касательно этого. Действительно, псалтырь, этот молитвенник, который находится посреди Библии, он, этот текст научает нас, как молиться в тех или иных обстоятельствах, а главное, как восхвалять Бога за все, что мы имеем, потому что в христианской традиции мы призываемся к тому, чтобы благодарить Бога именно за все. Святитель Василий Великий пишет, все, что есть полезного во всех книгах Священного Писания, заключает в себе книга псалмов. Она пророчествует о будущем, приводит на память события, дает законы для жизни, предлагает правила для деятельности. Словом, псалтырь есть общая духовная сокровищница благих наставлений, и всякий найдет в ней с избытком то, что для него полезно. Она врачует и застарелые раны душевные, и недавно уязвленному подает в скорби исцеления. Она подкрепляет немощные, охраняет здравые и истребляет страсти, какие в жизни человеческой господствуют над душами. Василий Великий продолжает, Псалом доставляет спокойствие души, производит мир, укращает бурные мятежные помыслы, он смягчает душу гневливую и уцеломудривает любострастную. Псалом заключает дружбу, соединяет рассеянных, примеряет враждующих, чему не научит тебя Псалтырь. Отсюда ты познаешь величие мужества, строгость правосудия, честность целомудрия, совершенство благоразумия, образ покаяния, меру терпения и всякое из благ, какое не наименуешь. Здесь есть совершенное богословие, есть пророчество о пришествии Христовом по плоти, есть угрожение судом Божьим, здесь внушается надежда воскресения и страх мучений, здесь обещается слово, открывающее тайны, все есть в книге Псалмов, как великой и всеобщей сокровочницы, так пишет святитель Василий Великий. Итак, святые отцы настаивают на том, что в самой Псалтире есть много псалмов, которые посвящены личности Иисуса Христа, то есть имеются в виду пророческие псалмы. И когда мы смотрим как раз перечисления этих псалмов, то буквально удивляешься. Получается, что Псалтирь рассказывает о Христе очень подробно и очень много, касаясь его жизни, его смерти и его воскресения. Эти пророчества буквально они рассеяны по всей Псалтире. И в свое время сам Христос говорил, что закон, Писание, Псалтирь все это свидетельствует о нем. И апостолы, когда они проповедовали о Христе, они проповедовали от закона, от пророков, от Писаний и от Псалтиря. Что о значимости Псалтири говорит святитель Иоанн Залтоуст? В Псалмах мы научаемся весьма многим полезным вещам. Давид говорит тебе и о настоящем, и о будущем, о видимых и невидимых тварях. Он учит тебя и о воскресении, и об Иисусе Христе, и о будущей жизни, и о покое праведных, и о мукрестах, грешных, сообщает тебе и нравственное, и догматическое учение. Златоуст продолжает. Словом, в Псалтире ты найдешь бесчисленное благо, ты впал в искушение, найдешь в ней самое лучшее утешение, впал в грехи, найдешь бесчисленное врачевство, впал в бедность или несчастье, увидишь там много пристаней, если ты праведник, приобретешь оттуда самое надежное подкрепление, если грешник, самое действенное утешение. Златоуст продолжает, если тебя надмивают добрые дела твои, ты научишься смирению, если грехи твои повергают тебя в отчаяние, так найдешь для себя великое ободрение, если ты имеешь во главе царский венец или отличаешься высокой мудростью, псалмы научат тебя быть скромным. Златоуст продолжает, если ты богат и славен, псалмопевец убедит тебя, что на земле нет ничего великого, если ты поражен скорбью, услышишь утешение, видишь ли ты, что праведные терпят бедствие наравне с грешными, получишь объяснение этого, видишь ли ты, что некоторые здесь недостойно наслаждаются счастьем, научишься не завидовать им. Каждое слово там заключает в себе беспредельное море мыслей. Это действительно беспредельное море мыслей, когда от страницы к странице мы как бы постигаем эти глубины, эти тайны. Свидетель Амвросий Медиаланский в толковании на первый псалом говорит, во всем писании дышит благодать Божия, но в сладкой песне псалмов дышит она преимущественно. История наставляет, закон учит, пророчествует, предвозвещает, норовоучение убеждает, а книга псалмов убеждает во всем этом и есть самая полная врачебница спасения человеческого. Таким образом, смотрите, Амвросий называет псалтырь врачебница спасения человеческого, златоуст беспредельное море мысли. Василий Великий называет псалтырь всеобщей сокровищницей. В псалтыре есть разные типы псалмов. Хвалебные псалмы чаще с надписанием песнь или Аллилуйя. Также есть надписание хвала и воисповедание. Вот в этих случаях мы имеем дело с восхваляющими псалмами. Молитвенные псалмы сюда принадлежит целая группа псалмов. Они же и покаянные псалмы. Учительными псалмами называются такие, в которых содержатся некие рассуждения о необходимости праведного образа жизни. И, конечно же, самое интересное для нас это мессианские псалмы. То есть те, в которых содержатся пророчества о Христе. Вот их я перечислю. Мессианскими, то есть содержащими в себе пророчества о Христе считаются 23 псалма. Это второй псалм, восьмой, пятнадцатый, девятнадцатый, двадцать первый, тридцать девятый, сороковой, сорок четвертый, сорок шестой, пятидесятый, шестьдесят седьмой, шестьдесят восьмой, семьдесят первой, семьдесят седьмой, восемьдесят восьмой, 94-й, 96-й, 101-й, 117-й, 118-й, 129-й, 131-й, 142-й. Вот во всех этих псалмах содержится пророчество о Христе. Мы знаем, что некоторые экзегеты называют пророка Исаия пятым евангелистом. В этом смысле я бы назвал книгу псалмов шестым Евангелием после пророка Исаии, который почитается пятым евангелистом. Входя в мир псалтири, конечно же, мы должны молиться. Во-первых, потому что в Писании сказано, что никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божие, будучи движимые Духом Святым. То есть все Писание, каждая строка пронизаны действием Духа Святого. Поэтому, входя в этот мир псалтири, мы берем на себя в некотором смысле такой неподъемный труд, но постараемся хотя бы изучить, скажем так, избранные псалмы. А может быть, Господь усмотрит что-то лучшее для нас, и мы будем медленно, но уверенно двигаться по этой книге, исследуя комментарии отцов. И Бог даст постепенно, медленно, но уверенно, мы будем двигаться от псалма к псалму. Спасибо всех, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok